Темнота. Проснувшись, вы открываете глаза и видите яркий свет. Вокруг мелькают силуэты людей. Ваши глаза привыкают к свету, и вы оглядываетесь. Вокруг вас стоят врачи в белых защитных костюмах и в масках. «Как самочувствие?» — спрашивает один из них. Вы не помните, что произошло. Вы чешете голову и слышите странный звук. Вы смотрите на свою ладонь, а на стеклянное. И все ваше тело тоже покрыто стекло. Врачи говорят, что произошел несчастный случай, но вы ничего не помните. Встав с кровати, вы замечаете, что пол покрыт толстым слоем пуха. Это необходимо, чтобы вы не повредили кожу, а твердый пол. Передвигаться трудно. Вы чувствуете себя хрупким. Любой контакт с предметами оставляет царапины на вашем теле. Врачи предлагают вам немного картофельного пюре, но вы не голодны. Вы хотите знать, что происходит и почему все здесь в защитных масках. Вам говорят, что вы случайно попали на свалку, где ученые проводили испытания с песком, огнем и радиацией. Каким-то образом вы пробрались на испытательный полигон, и ваше тело изменилось. Все в здании одеты в защитные костюмы, так как любой контакт с вами может быть опасным. Теперь вы находитесь в специальном учреждении, где вас будут изучать ученые и врачи со всего мира. Вы просто хотите вернуться домой, увидеть своих родителей и друзей. Доктор говорит, что сейчас это невозможно. Вас нужно обследовать, чтобы оценить потенциал ваших способностей. Все будет хорошо, добавляет он, но его голос звучит странно. Врачи выясняют, как стекло связано с клетками вашего тела. Если вам на ногу падает кружка, кожа в этом месте трескается. Но через несколько часов трещина исчезает, и нога снова становится гладкой. Ваши органы, кости и мягкие ткани в норме. Только кожа стала как стекло. По желанию, вы можете делать кожу прозрачной и видеть мышцы. Да, это выглядит пугающе. Вы находитесь под постоянным медицинским наблюдением. С вами почти не разговаривают и не показывают лица. Вы нервничаете, потому что нигде нет окон. Растения искусственные, и каждую ночь ваша комната запирается на магнитный замок. Вы двигаетесь очень осторожно, боясь оторвать кусочек своей кожи. Ученые обещают решить эту проблему. Они кладут вас на носилки, связывают и куда-то везут. Доктор утверждает, что знает, как сделать вас менее хрупким. Нужно просто ему верить. Вас приводят в темную комнату, и врач просит вас держать глаза закрытыми на протяжении всей операции. Вы оглядываетесь и видите огромную печь. Люди в масках собираются вас туда затолкать. Вы просите их этого не делать. Но ученые поместили вас в чугунную камеру. Вы кричите, а вокруг вас все горит. Вы закрываете глаза. Снимется все жарче. Огонь полностью вас окутывает. Вы будто находитесь в жерле вулкана, но не чувствуете никакой боли. Через несколько минут пламя исчезает. И ваше тело начинает обдувать холодный воздух. Исследователи вытаскивают вас из духовки. Вы просите доктора развязать вас. Вы можете сделать это и сами, говорит он вам. Вы напрягаете мышцы и легко рвешь ремни. Затем встаете на пол и чувствуете в теле невероятную силу. Доктор говорит, что теперь вы сделаны из закаленного стекла. Это значит, что вы стали прочнее бетона и некоторых металлов. В течение дня вы проверяете обновленную кожу. Вы можете легко разрушать стены и выдерживать любые повреждения. Огонь, стрелы, молоты. Ничто теперь вам не навредит. В конце дня врачи провожают вас в палату. Тут срабатывает сигнализация. Они, забыв закрыть дверь, убегают к источнику шума. Вы встаете с кровати и выходите в коридор. В здании все мигает красными огнями и воют сирены. Двери лифта открываются и оттуда выбегают несколько человек в противогазы. Вы добираетесь до ближайшего офиса и там прячетесь. Вы остаетесь незамеченным и оглядываетесь вокруг. Похоже, это лаборатория. Везде валяются ампул, научные приборы, а на стенах висят рентгеновские снимки. Вы находите маленький фонарик и засовываете его в карман. Затем вы замечаете на столе какие-то документы, на которых видите свою фотографию. Вы пытаетесь их прочитать, но вместо букв на странице какие-то странные символы. Похоже, на неизвестный язык. Кто-то хватает вас сзади. Это молодая девушка. Она плачет и просит о помощи. Ее слезы капают вам на руки. Тут в офис заходят ученые и уводят девушку. «Бегите отсюда!» – кричит она, прежде чем исчезнуть за углом. Вы смотрите на одного из врачей. «Что это за место?» – спрашиваете вы. «Пожалуйста, вернитесь в свою комнату», – вежливо отвечает доктор. Вы выходите из офиса и чувствуете странный запах. Это ваши руки. Они пахнут бензином. Должно быть, это слезы той девушки. Она плакала. Топливом? Вы ложитесь спать и решаете бежать из этого ужасного места. Вы нервничаете, и в этот момент что-то происходит с вашим телом. Вы смотрите на свою руку и видите свое отражение. Ваша кожа стала зеркальной. Отлично! Новая суперсила. Вы лезете в карман, чтобы вытащить фонарик, и находите карточку от магнитного замка. Видимо, ее туда положила девушка. Наверное, стащила у врачей. Теперь нужно найти ее и спасти. Во время тренировки на беговой дорожке вы проситесь в уборную. Врачи ждут вас за дверью. Вы моете руки и смотрите на себя в зеркало. У вас возникает идея. Вы включаете свои зеркальные способности, встаете рядом с раковиной и сливаетесь с зеркалом. Нужно немного подождать. Врачи в защитных масках заходят в уборную и не замечают вас. Сказав что-то на неизвестном языке, они уходят. Внезапно один из них возвращается. Он смотрит на свое отражение в зеркале. Прямо вам в лицо. К счастью, он вас не замечает, и через мгновение снова уходит. Через некоторое время вы тоже выходите. Бежите по коридору, и вдруг позади слышите голоса. Вы снова превращаетесь в зеркало и прячетесь за углом. Мимо пробегает группа ученых. Теперь вы направляетесь в другую сторону. Вы бежите по длинному коридору, но попадаете в тупик. Без колебаний вы пробиваете стены и оказываетесь в главном зале. Здесь много камер с людьми. Вот человек в огне сидит в огнеупорной камере. За другой дверью вы видите парня, у которого на голове вместо волос растения. Повсюду находятся люди со странными сверхспособностями. Вы используете магнитную карту, чтобы открыть все двери. Но никто не покидает своих камер. «Зачем вы это сделали? Вы еще не знаете?» Спрашивает пожилая дама с фонарями вместо глаз. В одной из камер вы находите знакомую девушку и просите ее бежать с вами, но она смотрит на вас и отрицательно качает головой. Тут снова срабатывает сигнализация, и двери закрываются. Вы выбегаете из зала и оказываетесь в длинном и темном коридоре. Вы закрываете дверь и ломаете замок. Здесь темно. Вы включаете фонарик и направляете луч на свое тело. Он отражается и освещает весь коридор, как мощная ночная лампа. Вы идете дальше и видите другой источник света. Это окно. Наконец-то. Вы бежите так быстро, как только можете, и приближаетесь к маленькому окошку, ведущему к свободе. Ваши преследователи вламывают дверь и что-то вам кричат, но вы их не слышите, думая лишь о побеге. Окно все ближе, свет внешнего мира становится ярче. Вы сжимаете кулак, чтобы разбить стекло. Остается всего несколько шагов, и тут вы останавливаетесь. Ваши глаза наполняются ужасом, а тело начинает сотрясать дрожь. То, что вы видите за окном, просто не укладывается в голове. Вы видите огромный пояс астероидов, огни неизвестной фиолетовой планеты и яркие прожекторы космической станции. Вы не на Земле, а внутри огромного космического корабля. Очень далеко от дома. Возможно, вы находитесь на другом конце галактики. Эти существа, кем бы они ни были, забрали вас с Земли, чтобы проводить над вами опыты. От потрясения вы теряете сознание. Темнота. Наконец, вы приходите в себя и видите вокруг людей в белых защитных костюмах. Вы не знаете, где находитесь, и ничего не помните. «Как самочувствие?» – спрашивает доктор. Эй, Мегалодон, я знаю, что ты где-то там. Хотела бы я увидеть тебя хоть раз. Мег, знаешь, сегодня тот самый день. Но что, если он меня не любит? Я видела тебя в своих снах. Ты звал меня. Все думают, что тебя не существует. Но я знаю, что ты есть. Мег? Лиззи! Прости! Я заблудился! Лиззи! Лиззи! На помощь! Пожалуйста, помогите! Лиззи! Лиззи! Дана! Прекращай вламываться в мой дом! Прошло уже два дня. Лиззи так и не нашли, а ты тут в игры играешь. Что я могу сделать? Что именно ты ей сказал, когда вы виделись в последний раз? Ничего такого, что могло бы ее напугать? Мы должны были встретиться там, где она всегда ждет Мегалодона. Она уверена, что он не вымер. Без понятия почему. А почему? Это в твоей комнате. Где она? Я видел, как она уплывала. Чувак, собирайся быстрее. Мы должны найти ее. И оставь свою дурацкую палку. Нет! Это поможет мне вернуть Лиззи. Мне кажется, что я уже видела этот остров. Спокойно, мальчик. Спокойно. Я тебя не обижу. Я твой друг. Пожалуйста, не ешь меня! Я... Постой. Ты меня понимаешь? Ты меня не обижен. 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 Ой, точно, цепь. Эй, ты куда? Подожди. Вау, отличный удар. Спасибо, что вернулся за мной, Мэг. Хорошо, я готова. Это было нечто. Что за хлам? Это твое лучшее изобретение? Поздравляю. Говори потише. Это ее первый тест-драйв. И ей не нравится, когда ее критикуют. Ты серьезно? Если мы утонем, я тебе покажу. И зачем Лиззи уплыла? Надеюсь, она на ближайшем острове. Я не знаю. Но мы не вернемся, пока не найдем ее. Между вами что-то есть? Я даже не могу себе этого представить. Нет. Может, учитель биологии достал ее своими насмешками. Куда мы направляемся? Мы можем попасть на остров, о котором никто не говорит? Нет. Это просто миф. Не глупи. Некоторые говорят, что это правда. Давным-давно комета уничтожила динозавров. Она упала в море недалеко от прекрасного острова. Удар был таким мощным, что смог создать разрыв во времени и пространстве, который спрятал этот остров. Его не затронуло ни одно вымирание на Земле. Он не знал ни ледниковых периодов, ни человеческих цивилизаций. Никто не мог его найти. Он стал надежным убежищем для тех, кто хотел там остаться, и тюрьмой для тех, кто хотел его покинуть. Время от времени открывается портал в виде таинственного густого тумана. Некоторые говорят, что там живут волшебные существа и древние животные. Там также есть жестокие морские создания, похожие на людей, но с перепонками на ногах. Они приходят с туманом и забирают то, что им нужно. Не, бабушкины сказки. Мой отец исчез вместе с туманом. О, прости, я понятия не имела. Мне кажется, я видел ноги с перепонками, когда Лизи уплывала. Почему ты не сказал, нам нужно поторопиться? Мы едем домой. Мне нужно показать тебя моему учителю биологии. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!